Здравствуйте, с вами Дина Краснова и сегодня я вам расскажу, как сформировать отчетность ПФР в программе 1С зарплаты и управления персоналом редакция 2.5. Для формирования отчетности первое, что нам нужно сделать, это сформировать ведомость РСВ-1. То есть мы с вами переходим на закладку налоги и вот здесь вот в разделе регламентированные отчеты нам нужно выбрать вот эту форму в разделе отчетность фонды. Вот у нас форма РСВ-1ПФР. Два раза щелкаем по ней левой клавишей мыши, либо можно вот сюда нажать создать новый отчет. Здесь нам нужно выбрать организацию, установить период отчетный, форма с первого квартала 2013 года новая и нажимаем ОК. Формируется форма, здесь естественно все сведения на титульном листе и для того, чтобы эта форма заполнилась, нам нужно нажать на кнопочку заполнить. Нажимаем «Да». Теперь форма заполнена. Если мы посмотрим, у нас здесь данные присутствуют. Не по всем разделам, потому что у нас не ко всем разделам относятся наши предприятия. Далее, что мы здесь можем сделать? Мы можем сделать выгрузку. Выгрузить, либо проверить выгрузку. Можно отправить, то есть отправить по каналам связи, если у вас подключен электронный документ оборота программы. Например, программа 1С-отчетность. В настройке, но здесь только можно свойства разделов задавать, то есть задавать, какие разделы показываются, какие разделы печатаются. То есть, если не нужны какие-то разделы, то галочки убираются. Сейчас по умолчанию установлены все галочки. Поиск понятно. Обновить и вот расшифровать. То есть, можно любой показатель расшифровать. Например, вас интересует какой-то показатель, и вы хотите знать, откуда он вообще взялся. То есть, встаете на этот показатель, нажимаете «Расшифровать», и показатель расшифровывается. То есть, откуда вообще данный показатель. Так можно по любому показателю делать, кроме итогового. Далее можно поменять статус у данного отчета. То есть, либо в работе, либо подготовлен, либо сдан. И, соответственно, печать. То есть, либо печатать сразу, либо показать бланк. После этого нажимаем «Ок». У нас отчет сохраняется в журнале. И в любой момент к нему можно вернуться, сделать отсюда же выгрузку, если нужно, печать, отредактировать и так далее. И переходим к персонифицированной отчетности с первого квартала. Там тоже произошли изменения 2013 года. Поменялись формы немножко. Для того, чтобы сформировать эту отчетность, нам нужно зайти на закладку «ПФР» и выбрать «Подготовка данных для ПФР». То есть, здесь у нас установлена организация, установлен отчетный период, квартальная отчетность установлена и сформировать сведения. То есть, вот здесь у нас все заполняется. Заполняются пачки. Заполняется вот здесь состав описи ADV-6.2. Ну и, соответственно, состав пачки с ADV-6.5 тоже заполняется. С данным отчетом можно тоже работать, можно его проверить. Здесь у нас есть стройная проверка, есть программа «Чек Уфа», есть программа «Чек XML». Ну вот эти две программы последние, они должны быть предварительно, соответственно, установлены на компьютер, если вы хотите ими проверять. Далее можно нажать «Печать». Мы с вами увидим формы. Ну здесь форма ADV-6.2 у меня вышла. И выходит RSV-1. RSV-1 мы уже сделали. Обратите внимание, если вы предварительно RSV-1 не сделаете, у вас программа будет сигнализировать, что у вас нет такой формы, ее нужно сделать. А вот здесь вот она отображается. Можно выбрать, но хотя она подставляется автоматически вообще. Далее можно посмотреть, показать файлы. Здесь вот в таком виде. Это уже для передачи. И файлы на диск, то есть вы записываете вот эти вот файлы на флешку, например, и уже для того, чтобы эту отчетность дать. Можно здесь перезаполнять доходы и взносы. После того, как вы сдаете эту отчетность, вы можете пометить все пачки, как принятые в ПФР. Для того, чтобы уже... Ну и сами документы мы можем посмотреть в журнале документов персонифицированного учета. Пачка документов, опис сведений. Можно их отсюда редактировать. Здесь можно переходить отсюда в рабочее место подготовка данных ПФР, в котором мы только что были. Вот он. Здесь у нас еще также формируются дополнительные сведения. В том случае, если они нужны. Здесь вы можете посмотреть, а ДВ-62, в принципе, здесь мы уже смотрели ее, эту опись. Это вот эта же опись. Она здесь еще отдельно присутствует. То же самое. Вот так в программе 1С зарплаты управления персоналом можно сформировать отчетность Пенсионный фонд. С вами была Дина Краснова. До встречи в моих следующих видео. До встречи в моих следующих видео.